Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о текущей стадии производства подвижного состава SkyWay, строительства инновационного центра SkyWay в городе Шарджа и объектов Республики Беларусь, а также об очередном визите съемочной группы центрального телевидения в закрытое акционерное общество струнной технологии. А теперь обо всем этом подробнее. В создании подвижного состава SkyWay был достигнут большой прогресс. Модернизировано остекление Univinda, установлены форточки и силикатные стекла дверей, после чего он был отправлен в Экотехнопарк для продолжения испытаний. Все остекление соответствует нормам Европейской экономической комиссии ООН номер 43. Также закончена модернизация тяговых модулей и отлажена работа накопителей энергии Берельсова Unibus O4-220-T2. Его отправка в Экотехнопарк запланирована в ближайшее время. Там он будет полностью собран, после чего продолжатся испытания транспортного средства и его опытная эксплуатация. Первый образец самого легкого на данный момент транспортного средства SkyWay, который, как планируется, будет представлено публике на Экофесте 2019, находится на этапе сборки. Продолжались работы по созданию так называемого МУЛа – высокоскоростного транспортного средства для испытаний тяговых модулей и систем управления. Идет разработка концептуально новой монорельсовой тяговой тележки для пассажирского транспортного средства вместимостью 25 человек. Основные усилия инженеров закрытого акционерного общества струнной технологии направлены на разработку подвески для обеспечения максимального комфорта пассажиров. Готовятся 3D-модели нескольких вариантов тяговых тележек для динамического моделирования. Конструкторская документация на транспортное средство Unicorn U4-192-01 прошла полный цикл согласования и передачи в производство в электронном документообороте платформы 3D Experience в рамках внедрения передовых систем управления жизненным циклом продукта, системного подхода к управлению серией изменений, через который проходит продукт от его проектирования и разработки до окончательного выбытия или утилизации. На этой неделе команда управления капитального строительства закрытого акционерного общества струнной технологии в Объединенных Арабских Эмиратах осуществляла ежедневный контроль за качеством и сроком работ в городе Шарджа. В данный момент там осуществляется один из самых важных в строительстве геодезический контроль на объекте. Помимо этого на объекте проводился технический надзор за строительством и контроль качества применяемых материалов. На анкерной опоре первой линии произведено армирование плиты покрытий, иными словами, осуществлена подготовка к заливке важнейшего элемента всей конструкции, принимающего нагрузку от натяжения струн. Также можем сообщить, что с подрядчиками инновационного центра SkyWay в городе Шарджа проводятся ежедневные производственные совещания, контролируются сроки строительства и поставки материалов на объекте, а также проходят тендеры на разные виды работ с потенциальными поставщиками. В рамках проектирования и реализации жесткой ферменной структуры экотехнопарка управлением проектных работ разрабатывается проектно-сметная документация по поворотному кругу. Данный объект представляет собой металлическую конструкцию круговой формы с отходящими тупиковыми участками. Функциональное назначение вышеуказанного элемента путевой структуры заключается в развороте транспортных средств, а также в их хранении на вышеуказанных участках. На текущей неделе по данному объекту закончено проектирование здания предрейсового осмотра, в котором, что следует из названия, будет происходить обслуживание транспорта перед выходом на маршрут. На грузовой линии начался монтаж навеса, призванного защищать перевозимый груз и элементы конструкции от непогоды. Продолжались работы и на строительстве новых производственных зданий закрытого акционерного общества струнной технологии в свободной экономической зоне Минск. На улице Селицкого началась финальная фаза отделочных работ, а в деревне Королищевичи приступили к заливке стяжки полов. Во вторник, 16 июля, экотехнопарк в городе Мариногорка посетила творческая группа Центрального телевидения Беларуси, осуществившая съемку сюжета для одной из познавательных программ Белтелерадиокомпании. Знакомство с Центром испытаний, демонстрации и международной сертификацией Skyway произвело неизгладимое впечатление на журналистов. Ведущая передача задала огромное количество вопросов, на которые получила компетентные ответы опытных сотрудников закрытого акционерного общества струнной технологии. О дате выхода передачи мы, безусловно, своевременно сообщим вам в наших новостных выпусках. Таков наш уже традиционный краткий отчет о прогрессии в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и не пропускайте следующих выпусков. Ведь вариантов всего два. Либо новость, либо старость. Строй Skyway. Спасай планету. Субтитры создавал DimaTorzok